Ситуация, связанная с ограничением потребления газа, которая затронула край летом, стала объектом проверки УФАС. По данному факту в управление поступило более 20 обращений. Чита Облгаз – это доминирующий субъект, единственный, кто оказывает услуги по обеспечению газом в крае. Оценив весь массив информации, мы буквально недавно возбудили дело в отношении Облгаза, потому что выявленная проверка показала, что они допустили нарушение именно антимонопольного законодательства. То есть одно дело, что им предназначено, сейчас ситуация стабилизировалась, все хорошо, но за факт, допущенный летом, они будут отвечать. Еще одна крупная компания, нарушившая антимонопольное законодательство – Горсвет. Проверка проводилась по обращениям операторов, которые арендуют у компании опоры освещения для размещения оптоволоконных сетей. Услуга резко выросла в цене. Если ранее она составляла 79 рублей, то затем превысила 200. УФАС вынесло решение о монополии высокой цены. В отношении Горсвета будет возбуждено административное производство и назначено наказание в виде штрафа. Также Евгений Минашкин затронул и тему баснословно дорогого бензина и назвал сети АЗС, которые получили от ведомства предупреждение. Все мы в теме, все понимаем, что было в последних числах октября, в начале ноября. Сейчас ситуация начинает стабилизироваться. И слава богу, мы сегодня выдали предупреждение четырем хозяйствующим субъектам на территории Забайкальского края, которые доминируют на локальных рынках Забайкальского края. Я готов их назвать. Это акционерное общество «Нефтемаркет», это акционерное общество «Петровскнефтепродукт», это ООО «Регион» и это не акционерное общество, а ООО «Союз и компания». Если говорить о «Нефтемаркете» и «Петровскнефтепродукт», это группа лиц, у них одни и те же учредители. И вот эти два хозяйствующих субъекта практически доминируют на половине территории Забайкальского края, районов подчеркиваю. В Чите хорошая конкуренция и уровень цен здесь, вы знаете, что очень средний, хотя разброс продолжает быть. Но ситуация улучшается, она, на наш взгляд, будет стабилизирована. И очень надеемся на то, что все поймут, что с государством шутить никому не позволительно. Если предупреждение не будет исполнено, то антимонопольное ведомство может возбудить административные дела и выписать штрафы. К сегодняшнему дню в Забайкальское УФАС поступило уже 22 жалобы на дорогие ГСМ. Проверка рынка нефтепродуктов продлена ведомством еще на два месяца. Наталья Протаковская, Анастасия Шадрина, ЗАПТ-ТВ